Всем привет! Меня зовут Глеб Маркелов. Я инвестор и девелокер Санкт-Петербурга. Хочу показать вам объект на английской набережной, дом 20, для того, чтобы вы могли его приобрести и получать пассивный доход. Эта кладовка складна. Значит, здесь был подвал. Мы подвал купили, переоборудовали, закончили договор с ребятами из склада для того, чтобы они сделали нам кладовочки. Кодовый замок. Такой здесь на входе есть. И есть на входе в арку. То есть люди берут себе гостевой доступ. Вот там стоит замочек в арке. Как только я зашел в арку, свет автоматически зажегся. Мы сделали его здесь тоже, чтобы он работал в автоматическом режиме. Поменяли всю старую проводку. И поменяли старые лампы накаливания, которые были не очень яркими. Как человек может выйти отсюда? Он может нажать кнопку. Бам. И выходит. Но когда он приехал сюда первый раз, такой же замок, как на двери в кладовке. Здесь человек открывает приложение, получает себе гостевой доступ, и может зайти в эту дверь. Его спровождают светом, поворачивают налево, и все. Он может поставить свои вещи у нас в кладовых. Человек подходит с телефоном, нажимает включить гостевой доступ, может открыть замок себе у арки, и приемом подходит к этой двери. Ему приложение автоматически показывает, как открыть замок здесь. Что еще есть снаружи? Почтовые ящики с указанием ННН. Все бумажки, которые касаются того, как заселиться, по этим всем управляет. Вывеска, которая светится и ночью ее хорошо видно. Перекрыта крыша вот этого цоколя, который возвышается над нашим подвалом, сделанного от токи и сливы для воды. То есть здесь ничего не протечет. А камера, естественно, влагозащитная. У объекта везде видеонаблюдение. Видеонаблюдение здесь 24 часа. Это входит в стоимость обслуживания от складно. Если что-то происходит, ребята сразу нам об этом сообщают. Дверь закрывается. Матический памп сработал магнитный замок. Сюда уже не попасть. Значит, подвал полностью переоборудован. Есть сток на всякий случай для воды. Все покрашено. Сделан ремонт. Пожарная сигнализация, электрика, видеокамеры, автоматический свет. Все сделано. Много огнетушителей. Значит, свет сейчас здесь горит, потому что я здесь уже был. Давайте пока проведем осмотр. Может быть, он успеет выключиться. Я вам покажу, как он работает в автоматическом режиме. Унитаз, раковина, горячая-холодная вода. Материал для того, чтобы намывать весь наш склад. Это тоже сделано автоматически, потому что мы договорились с местными дворниками, которые выполняют роль клининговой компании. За 2000 рублей в месяц они поддерживают здесь чистоту и могут отгрести снег, если необходимо, зимой. Или по вашему звонку сделать еще какие-то действия. Например, зарядить замочки. Есть второе помещение. Его используют как склад. Здесь у нас хранятся всякие материалы. И у ребят, которые занимаются клинингом, хранится здесь тоже их оборудование. Идем дальше. Мы видим, что свет выключился. Начинаем идти. Пам! Цвет автоматически включается. То есть здесь стоят такие штуки, которые улавливают движения. Большие кладовки по правую руку от меня. Три штуки. Малые кладовки, то есть большие разделенные пополам. Шесть штук в этом закутке. Мы пытались сделать так, чтобы все пространство было использовано. Здесь коридор направо и налево. Всего у нас 82 кладовки. Если мы идем налево. С левой стороны большие кладовки. С правой стороны малые кладовки, разделенные пополам. Начинаем идти. Зажигается не только свет, но и слушаем внимательно. Не знаю, будет ли слышно на видео, но включается. Это вытяжка вместе с приточной вентиляцией. То есть, когда здесь приходит человек для того, чтобы разместить свой скраб в одной из наших кладовок, включается вентиляция. И здесь получается всегда сухой проветренный воздух. А, кстати, здесь новые радиаторы. И поэтому во время топительного сезона здесь всегда тепло. Идем направо. Теперь уже по правой стороне большие кладовки. По левой кладовки разделенные пополам. Бам! Везде автоматический свет. Хорошо. Все работает. Напишите мне или позвоните. Я расскажу вам более подробно об этих складах. Заполняемость на данный процент. На данный день заполняемость 70%. И постоянно растет. Когда заполняемость будет 100%, складно будет ставить людей в очередь. И поэтому текучка будет отсутствовать, потому что один человек выезжает, и на его место сразу заселяется другой. Заселением-вуселением занимается складно. Ваша задача просто платить раз в месяц на дворную, за то, чтобы он делал здесь чистоту. И раз в 3-4 месяца платить ему в районе 2-3 тысяч, для того, чтобы он заряжал замки. Потому что замки работают от аккумуляторов. Давайте я вам, кстати, тоже покажу, как это происходит. Читат открывает приложение. В приложении ищет номер ячейки. Нажимает кнопку «Открыть». Замок срабатывает автоматически. Он с телефоном по Bluetooth связан. Чик! Открывается. Давайте посмотрим на примере. Я оставил специально несколько открытых замков. Как открыть ячейку? В приложении нажимаете кнопочку, ячейка открывается. Гость пришел в первый раз. Выбрал себе вот такую ячейку. Открыл. Посмотрел, хватает ли ему места. Здесь, видите, все сделано из металлических конструкций. Все прочное. Между ячейками натянута сетка под потолок, для того, чтобы гости ненароком не заглянули в чужую ячейку. Ему нравится ячейка. Он ее закрывает. В приложении подписывает договор аренды и становится арендатором этой ячейки. Вашего присутствия здесь не надо. Все делают складно. Как выглядит большая ячейка? Тоже самое. В приложении открываем. Подходим. Здесь можно еще раз убедиться, что вентиляция работает. То есть здесь ячейка, в которой можно стоять в полный рост. Места много. И хочу заметить, что это последняя, по-моему, или предпоследняя из больших ячей, которые еще не сданы. То есть весь ряд больших ячей с этой стороны и с той стороны уже сдан. Потому что место, локация топовая, людям негде хранить вещи. Здесь хранят вещи даже те, кто приезжает сюда с других районов. Потому что они понимают, что они здесь в тепле, проветренные, под видеонаблюдением 24 часа на 7. и в их ячеечку никто не залезет. Позвоните мне или напишите. Я проведу вам экскурсию, расскажу все более подробно.